Добрый день, дорогие друзья! Хотел бы поблагодарить всех, кто в эту ненастную погоду добрался до нас. Сегодня мы будем говорить на немножко необычную, на первый взгляд, Лерс МД тему. Я даже с коллегами обсуждал этот завтрак. Некоторые говорили, что, казалось бы, это внутренняя политика, это в некоторой степени социология. Но на самом деле то, как люди видят себя, то, как люди видят свою страну, ее место в мире, на самом деле, безусловно, формируют и ее внешнюю политику, и то, какие у людей есть ожидания от внешней политики. И на эту тему с нами будет говорить Алексей Токарев и Иван Кравчук. Передаю слово Алексею. Добрый день всем! Скажите мне, пожалуйста, где кликер? Вот он. Супер. Прежде всего, большое спасибо нашим коллегам и друзьям из РСМД за то, что они так позитивно отреагировали. Лев сказал, что это вроде как немножко социология, это не вроде как, это прям социология. Хотя мы международники, и в университете МГИМО занимаемся международными исследованиями, но я буду сегодня рассказывать про то, как появилась идея этого исследования. И еще раз спасибо нашим друзьям из РСМД за то, что так по-доброму откликнулось на нашу идею презентовать наш доклад на этой площадке. Вначале я расскажу про само исследование, частично про метод, который мы использовали. Потом Иван, Иван Кравчук, магистрал финансового университета и савтор. Мы с Иваном долгие годы уже работаем вместе и публикуемся в самых больших российских научных журналах. И выпустили теперь вот этот экспертный доклад. Иван расскажет про то, как проходили фокус-группы, про то, как россияне воспринимают власть, какие ценности есть у молодых. Я завершу про международные отношения и потом, наверное, ответим на вопросы, если таковые будут. У нас много блоков в докладе, и он висит уже в сети. Я выведу QR-код, по которому можно его будет скачать. Будем смотреть, ориентироваться примерно на час времени. Если у вас будет оставаться время, мы осветим какие-то блоки еще. Об исследовании. У исследований было два зачинателя, которые об этом не знали. Михаил Игонович Дмитриев и Сергей Александрович Белановский в 2010 году провели исследование фокус-групповым методом. И предсказали, по сути, то, что потом было названо Болотной площадью, протестом рассерженных гаражат. Айлен Борисович Шестопал долгие годы использовал психографический метод в своих исследованиях. Поэтому этих выдающихся российских ученых мы считаем зачинателем. Метод фокус-группы и проективные методики – география. О ней подробнее Иван расскажет. Но, в общем-то, мы проехали страну с севера на юг, с запада на восток. От Москвы, в прямом смысле, до самых до окраин, от мегаполисов до деревень и сел. У нас есть три возрастные конгорты – 18, 33, 57, 55, 56+. Цель у исследования – это важно, рассказать не о том, какой Россия будет. Это не прогноз будущего. А рассказать о том, какой россияне видят идеальную страну будущего. То есть мы будем рассказывать про российскую мечту. Про то, как Россия думает о самой себе, как она должна выглядеть в будущем. Идея моя. И у нас не было как такового заказчика. Это слово не совсем верное. Мы выиграли грант РФФИ и АЭСИ. А когда мы поняли, что у нас закончился грант, а исследовательский драйв не закончился, мы уже финансировали это на свои. И, в общем-то, никаких указаний. Это для меня важно, я говорю об этом. На каждой презентации никаких указаний не получали. Это в целом академическое исследование. Метод. Вначале я расскажу немножко о том, как работает этот метод. Вот вы видите на экране рисунок, нарисованный на Северном Кавказе, в Пятигорске. И этот рисунок требует интерпретации. То есть что такое вот то, что висит внизу. Понятно, что это Кавказ, это даже подписано Кавказ. А дальше мы убегаем в пространство интерпретации. Это Кавказ, который хочет отделиться, а ему не дают какие-то цепи. Или это, наоборот, нечто неотъемлемое, висящее на цепях. То есть очевидно, что здесь нам нужна интерпретация. Что это, мы не знаем. Мы не знаем, какой это тип отношений Федерации и Кавказа. Поэтому подобные рисунки мы в исследовании не включали. Мы включали только те, которые имеют однозначную коннотацию и не требуют трактовок. У Владислава Суркова я беру термин про глубинный народ. И вот он очень умен. Этот рисунок был создан в Донецке, когда мы делали полевые исследования. Этот рисунок не связан с нынешним исследованием. Рассказываю про работу метода. Глубинный народ, один из представителей провинции, интеллектуал. Я помню автора, знаю его хорошо. Я попросил его нарисовать Украину. Вот у вас на рисунке отображена Украина. То есть учебник русского языка на замке, и там явно виден трезуб. Тот же респондент, вот так он нарисовал Россию. Когда я показываю рисунок и спрашиваю, что это такое, все говорят, ну да, березовый сок. Понятно, что березовый сок, а что это означает. Респондент интерпретировал это в 2019 году. У вас грядет консервативный поворот. Как будто он чего-то знал. Вот так он видел Россию будущего. Иногда рисунки не напрямую говорят о чем-то, но все равно не требуют интерпретации. Вот посмотрите, это же нарисован агрессивный еж, сидящий на горе яблок. Но я респондент спросил, что это значит. Он мне ответил, что это значит, я не буду говорить. Но это совсем, в общем-то, не про агрессивного ежа, сидящего на горе яблок. Яркий образ Украины. Яркий образ Украины из Донецка. Он повторялся неоднократно. То есть вот некий условный рефлекс Украины, в кавычках, конечно, в данном случае, в сознании респондента. Это некое животное, собака, по всей видимости, который видит деньги, и у него начинается слюноотделение. Причем деньги, да, доллары из Европы. А этот рисунок на обложке нашего доклада представлен. Я тоже помню автора. Это молодой ученый из Академгородка. Рука, причем под рукой подразумевается, так аллегорически отображается власть. Она выжимает трудовой народ, и деньги капают на пароход, и он куда-то уплывает вдаль. Отсутствие профессиональных знаний не означает упрощение. Это важно. То есть то, что у респондентов нет каких-то профессиональных знаний о социологии, о политологии, не означает, что у них всегда черно-белая картина отображается. Вот посмотрите, в одном и том же рисунке респондент визуализирует и сильного лидера, и сильную армию, но при этом недовольных внутренней политикой. Очень часто будут появляться у нас рисунки, когда с одной стороны Москва-Сити, с другой стороны некая российская глубинка. Много полезных ископаемых, но при этом цены на нефть растут. Еще один характерный рисунок из ЛДНР. Тоже к вопросу о том, насколько люди чувствуют ситуацию, насколько они ее понимают. Посмотрите, вот Россия и ДНР отображаются как что-то доброе, дружественное. Рисунок из 19-го года, это важно. Тогда ЛДНР еще не были частью России. Отображаются как дружественное такое сообщество, некая семья, старшая Россия, младшие два вот этих, видимо, ребенка. Но при этом между ЛНР и ДНР есть граница, и между ЛНР и ДНР рисуется большая граница. То есть вот этот рисунок отображает ту фрустрацию, которая была долгие годы в сознании жителей этих территорий. Если мы ваши, то чего же вы нас обратно не забираете? Почему вы нас не присоединяете? Это очень тонкий нарратив. Здесь изображена Украина, тоже по мнению жителей ЛДНР, не очевидно черно-белая, ненавидимая. А вот та Украина, по которой отдельные сограждане в ЛДНР до 1922 года, естественно, тосковали. Это была такая тоска по украинской культуре, по украинскому обществу, естественно, не по зверствам батальонов АЗОВ или Торнадо. Но была и вот такая Украина. Со свастикой, с воровством российского газа, с гробами, с черепами. Вот здесь снова свастика, гробы. Абсолютно однозначный рисунок из 1922 года, Россия, которая сражается против, ну тут, скорее всего, против Запада. Вот солнце на стороне России, а на щите христианский крест. Тоже рисунок, не требующий никаких трактовок. Вот что для вас Россия, медведь, родители, обратите внимание, мама и папа. Это важно. Теперь, учитывая отдельные западные тенденции, важно, что у нас семью отображают именно как мама и папа. Передаю слово Ивану и сразу скажу, что у Ивана это первый такой большой опыт таких публичных выступлений. Поэтому, если я Ивана буду в какой-то момент дополнять, не расстраивайтесь, мы все учимся. Спасибо большое, Алексей Александрович. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Я расскажу про географию нашего проекта. В принципе, если мы посмотрим на все те работы, которые смежны с изучением образов, то мы заметим, что наши коллеги концентрируются в основном на анализе одного или нескольких субъектов. Или, условно говоря, на анализе какой-либо агломерации. Мы же охватили всю Россию. Все федеральные округа. Самая северная географическая точка наших полевых исследований – это Ленинградская область. Самая южная – Махачкала. Самая западная деревня Смотрово-Буда, Клинцовский район, Брянская область. Население 1036 человек. И самая восточная – это деревня Камчатки, куда еще не ступала нога московского социолога. Соответственно, когда мы приезжали в субъекты, мы посещали не только города, не только областные центры. Мы переняли иерархию городов у спутника. Это проект ЦИОВА. Они ежегодно с выборкой 1600 человек замеряют количественно общественное мнение. И мы переняли эту иерархию. То есть у нас мы посещали не только мегаполисы, мы посещали еще и деревни, села и поселки городского типа. Наверняка уже витает в аудитории вопрос, а вы уверены, что можете говорить за всю Россию? Вы уверены, что ваше исследование репрезентативно? Очевидный вопрос, на который такой же очевидный и вечный ответ. Противостояние качественников и количественников. Вот если бы мы были количественниками, то мы бы вам сейчас рассказывали не о картинках, а мы вам говорили бы о количестве картинок. Сколько картинок посвящено негативному восприятию власти, сколько картинок посвящено восприятию Украины в том или ином контексте. Качественники, коим мы сейчас являемся, мы будем вам говорить о массовых трендах, которые повторяются, условно говоря, у жителя Калининграда и у жителя Елизова на Камчатке. Сколько нужно привести таких фокус-групп? Да, сначала скажу про эти картинки. Всех их объединяет, они все нарисованы в разных населенных пунктах, они все нарисованы незнакомыми друг с другом людьми в абсолютно разных частях нашей страны. Но при этом их объединяет одна ценность, ценность солидарности. Эта солидарность может быть запакована в разный контекст, нарратив. Может быть горизонтальный хоровод, а может быть хоровод, который, так сказать, скрепляет планету или границы страны. Или просто изображение хоровода, где люди просто держатся друг с другом в линию. Это разный контекст, но ценность остается одна и та же. Люди из разных населенных пунктов повторяют одни и те же, в принципе, тренды. Перед нами стоял вопрос, а сколько, в принципе, мы должны провести фокус-групп? 1, 3, 40, 60, 100. Гуру социологии Сергей Белановский, о котором сегодня уже Алексей Александрович говорил, он сказал следующую, по сути, социологическую максимум проведения фокус-групп. Проводите полевые исследования до тех пор, пока тренды не начнут повторяться. Когда Сергей Белановский читал наши исследования, он сказал, что, в принципе, можно было провести 20 фокус-групп, у вас уже тренды будут появляться. Ну, научный азарт, он нас одолел, и в итоге мы провели 48 фокус-групп. Что еще следует сказать о методе исследования? Любой исследователь, когда делает дизайн-исследование, когда он его создает, у него вопрос, какой будет у меня инструментарий? Как я буду отвечать на свой исследовательский вопрос? Каким видит Россия будущего? Мы решили ответить на этот вопрос, используя два инструмента. Фокус-группы, то есть поговорить, иными словами. И психографический метод, то есть порисовать. Наверняка тоже возникает сразу вопрос, а почему вы только не поговорили с ним, почему вы заставляли их рисовать? Психографический метод, это один из инструментов избежать, нивелировать социально одобряемые ответы, самоцензуру и так далее. Бывали такие случаи на фокус-группах, когда один из активистов какой-то левой партии, это не КПРФ, совсем другая партия была, в Брянской области мне сказал, а вы точно не в ФСБ работаете, а вы точно нас не сдадите? Это было очень смешно, это было очень забавно, но о более смешных фокус-группах я скажу чуть позже. Там тоже были свои интересные моменты. Поэтому нужно было избежать вот эту самую цензуру, которая есть у респондентов. Психографика один из этих способов. Как проходили фокус-группы? Час минимум, полтора максимум. Почему такой разброс по времени? Он обусловлен тем, что очень часто мы бритвой Оккома проходили по респондентам, которые, говоря о России сегодняшней, решили поговорить там про 1917 год. Решили поговорить про, почему мы не такие, как Европа, потому что у нас магдебургского права не было, и вот давайте поговорим про 15-16 век. Конечно, мы это отрезали, времени мало. Нужно было опросить всех респондентов. Бывали случаи, когда мы тратили время на позволить респонденту выговориться. Респонденты предлагают иногда, когда мы их провоцируем, потому что мы пытаемся их вывести на искренние ответы, избежать социально одобряемые, так сказать, комментарии и так далее, мы их провоцировали. И вот в одной из фокус-групп Брянской области провокация так зашла, она была очень эффективной, что учитель русского языка, которому под 90 лет, когда мы начали говорить про пенсионную реформу, использовала абсценную лексику. Бывали случаи, когда житель Камчатки предложил, мягко говоря, альтернативную модель взаимоотношения с государством. Это просто ружье надо взять. Бывало, что люди выкрикивали кричалки, которые сейчас, по сути, можно уже считать как экстремизм. Соответственно, один из самых первых блоков наших – власть. Как люди относятся к власти? Очень негативно. Массовый человек не любит власть. Он ее рисует, как ежик, который собрал самые вкусные яблоки. У власти всегда всего больше. Власть неэффективна. И все чиновники, они эксплуатируют граждан. Это вот такая данность политической задачи, которая есть сегодня. Значит, что самое интересное – отношение к президенту, оно за скобками. То есть, да, у нас, условно говоря, правительство, региональные чиновники, местные чиновники – это все плохо. А вот глава государства, он за скобками этой критики. Он настоящий лидер. И отношение к нему, как к вот такому третейскому судье. Хотя, опять же, тут же стоит отметить, что отношение к президенту среди молодых – это очень очевидно, да, но все же это стоит зафиксировать. Оно более критическое, но оно иррациональное. Характерный диалог. Мне не нравится Путин, потому что он долго сидит у власти. А так, у меня конкретных претензий к нему нет. Это очень такая характерная, на самом деле, вот такой вот маркер иррационального недовольства в отношении первого лица. В принципе, взаимоотношения и общественный договор между российским современным обществом и государством можно описать как футбол. Власть – это тренер. Команда проиграла все поражения и неудачи. Теперь ответственность перекидывается именно на государство, на правительство и так далее. А когда команда побеждает, то вообще-то это общество победило. Говорит нам массовый человек. Опять же, в этом контексте очень важно упомянуть, собственно, что с протестами. Каков протестный потенциал? Будет ли у нас 1917 год? Не будет. Весь протест сосредоточен в социально-экономической сфере. Массовый человек выйдет на протест, условно говоря, когда увеличит пенсионный возраст, но никогда посадит оппозиционера. Весь протест в социальной экономике. Кризис, политический кризис, причина этого политического кризиса будет корениться именно в социально-экономическом расслоении, неравенстве и так далее. Само восприятие оппозиции, оно далеко от восприятия субъекта, который выступает как проводник каких-либо изменений. Респонденты, говоря об оппозиции, часто упоминают оппозиция в суде. Оппозиция – это история про организацию манифестаций, одиночных пикетов, обеспечение безопасности, проведение внутренней внешней политики, формирование бюджета, забота о стариках, женщинах, детях. Это все государство. И получается удивительный феномен, на самом деле. Получается удивительный феномен. В чем феномен? С одной стороны, общество ругает государство, с другой стороны, оно надеется на него. Завернем это, скажем так, в такую формулу. Власть нелюбима, но непрезираема. Власть – это скорее неприятный сосед. Да, мы на него поточим в зуб, косо поглядим, но свергать не будем. Я продолжу, пока я вам переключаю. Совершенно справедливо то, что он говорил про отношение к власти, но нелюбовь – это важно. Нелюбовь к власти не означает автоматического желания ее снести. За то, что нужно объяснять, собственно, самой власти. То, что вас не любят, не означает, что вас ненавидят. Сейчас мы видим, что как бы, что бы власть хорошая не делала, какие бы она не устраивала социальные лифты, как бы не строила дороги, как бы не увеличила вот эту булку, ее не будут любить. Власть вообще не про пространство любви. Почему не будет сейчас политической революции? Есть множество причин. Ну, во-первых, мы действительно ценим уровень жизни, который у нас сформировался за эти годы. Почему революции не будет, на чем не остановиться? Респонденты не хотят сносить власть. То есть, все жаждут ее изменений, но не готовы внутренне как-то работать над этим. Вот, условно говоря, мы не видим сильного протестного запроса на тему того, что нужно выйти, взять полыжник. Отдельные, и тут нужно сказать, что это не маргинальные, не с точки зрения социального статуса, а маргинальные с точки зрения количества. То есть, те люди, которые выражают готовность как-то протестовать, это маргиналы с точки зрения количества. Это не маргиналы в социальном смысле. То есть, их мало просто. Путин по-прежнему, тут я употребляю слово из начала двухтысячных, которое теперь забыто, тефлоновый рейтинг, то есть, тот рейтинг, которому не пристает никакая критика. Ну, и Иван об этом подробно сказал. Оппозиция не воспринимается субъектом. Нет в будущем, ее в этом смысле не берут в будущее, нет в будущем субъекта такого, как оппозиция. Есть два субъекта и отношения. В будущем это всегда отношения народа и власти. Власти и народа. Оппозиция это всегда объект посадок, митингов, что-то крикнуть, как Иван сказал, про суд. То есть, это та максима, которую очень хочется прям рассказать той части российской власти, которая, возможно, этого не понимает. У нее двойной уровень ответственности. Не просто потому, что и оппозиция, и власть все эти годы работала над тем, чтобы снизить эффективность оппозиции, и оппозиция работала над тем, чтобы снизить свою собственную эффективность. У власти, нужно сказать, что двойная у нее ответственность. И оппозиция слаба, и проблема с оппозицией решена, и не воспринимается она никак всерьез. Вот почему такая двойная ответственность на власти. Ну, если вы посмотрите, вот, бинго, этот слайд мы вам хотим показать. Ну, посмотрите на это, конечно, не все рисунки, у нас несколько тысяч этих образов. Вот, власть всегда будет рисоваться негативно. Чиновник — это такая субстанция, которая никогда не будет нарисована позитивно. Она всегда пузатая, Иван говорил про это. И на столе у него всегда больше, и формы свиньи его могут изобразить. Прекрасный диалог в правом верхнем углу. Вы дураки, нет вы. Вот и поговорили. Народ и власть. Власть большая и сильная, а народ маленький и несогласованная. Ну, и одна из характерных черт визуализации всегда, и это наше исследование свидетельствует, и Шестопал, всегда власть будет сверху, народ будет снизу. Всегда власть будет больше, чем народ. Но посмотрите, как эти отношения меняются в будущем, как выглядит идеальное будущее. Посмотрите, как выглядят власти народа вот здесь, теперь, в идеальном будущем. Во-первых, они сравнялись по размеру. Во-вторых, они оказались на одном уровне. В-третьих, весь их разговор состоит в том, что работаем вместе. Вот респондент из Пятигорска нам рисует такой оммаж второму оперативному полку УВД Москвы, которым обычно разгоняют несогласованные митинги. Вот боец ОМОНа держит ребенка на руках, его бы радует. Если совсем непонятно, то нам нарисуют иерархию ценностей. В 2033 году люди на первом месте. Дальше у нас про патернализм. Мы это пропустим и перейдем к молодым. Тут Иван про своих сверстников расскажет. Ну и, собственно, про себя тоже. Что мы можем сказать про респондентов в возрасте от 18 до 35 лет? Они, больше всего, пострадали от санкций. Это вот то поколение, это те люди, которые были воспитаны, у которых социализация пришлась на годы нефтяного бума. Они, больше всего, пострадали от ухода Spotify, Netflix, от Big Mac и того же и так далее. И когда взрослые, которым сейчас 40, 50, 60 лет, которые помнят 90-е годы, они на это все смотрят и посмеиваются над этим. Вас лишили, условно говоря. У нас, когда у нас в конце 80-х, начале 90-х был конец истории, а у вас начался конец истории брендов. Это смешно, по мнению взрослых респондентов. Но все же очень важно зафиксировать, что даже несмотря на ироничность всей фразы «конец истории брендов», для меня, для моего поколения это очень серьезная проблема. Потому что через 10, 15, 20 лет, те люди, которым сейчас, условно говоря, от 18 до 25 лет, возможно, кто-то из них займет руководящую должность, кто-то из них получит портфель министра и так далее. То есть власть должна это учитывать. Если вот этот... У нас есть два раскола поколенческих, мы фиксируем. А первым сейчас сказал Иван, это раскол в отношении санкционной политики. Это не значит, что вся наша молодежь мечтает о том, как начать ходить снова в МакДак, а не во вкусную точку. Нет. Это не значит совершенно точно, что вся наша молодежь мечтает, как заменить кинопоиск на Нетфликс. Но для значительной части нашей молодежи, это точно не маргинальное меньшинство, важно ощущение того, что конец истории брендов означает вытеснение России на некую обочину. Для тех, кто помнит 90-е, и для тех, кто вырос, там, социализация этих людей, если она приходилась на 90-е и 2000-е, то они все-таки не так были встроены в цифру. Те молодые, социализация которых пришлась на 10-е уже и сейчас на 20-е, цифра для них, цифровизация жизни, это в прямом смысле жизнь. Поэтому, если старшее поколение вдруг, предположим, при исчезновении формата 4G, спокойно возьмет свою Nokia 3310, достанет свой пейджер, сдует с него пыль и продолжит общаться, то для молодежи это будет сильной фрустрацией. И здесь, опять же, нужно обратить внимание лиц, принимающих решения на это. Не нужно ничего запрещать. Президент Путин совершенно прав, когда говорит, что всему западному мракобесию, всей западной cancel culture по отмене русских мы противопоставим свободу и открытости. Потому что я знаю, что в том числе люди, совершенно точно не глупые, наделенные властью, понимающие, как работают наши системы, периодически выходят в масс-медиа и говорят, давайте-ка мы тут YouTube запретим. Не надо этого делать. Молодые этого не поймут и не примут. И если государство не хочет получить через 10-15 лет поколение, которое будет не любить государственную машину, просто потому что эта государственная машина лишила этих молодых каких-то вот этих ценностей, в которых она выросла, а социализировалась эта молодежь в самое свободное и самое сытое время вообще в истории страны, за всю тысячу лет самое сытое и самое свободное, то если вот власть не хочет получить такое фрустрирующее поколение, то вот эту запретительную политику, ее нужно проводить очень умело и безусловно не делать, как это происходит сейчас на Западе. Не запрещать отдельные вот платформы, конкретно я говорю про YouTube. Да, дополнили, что такая фраза, как «государство нам должно», мы вообще предполагали, что услышим от старших поколений, которые росли в Советском Союзе, когда общественный договор заключался в том, что «никакой политики, но зато мы дадим им социальные блага». Эту же фразу, кстати, чаще всего мы слышим от молодых. «Государство нам должно». Молодые люди, в том числе и я, мы страшные патерналисты. Характерный диалог, по-моему, из Барнаула, если я не ошибаюсь, молодой человек открыто заявляет, и вполне искренне, «государство должно помочь поступить мне в ВУЗ, потом трудоустроить, и чтобы я получал хорошую зарплату». Так получается, что поколение надеется на государство, оно ругает его, но при этом надеется. Молодые люди, да, моего возраста, и старше, которые относятся к современной молодежи, они хотят перемен, но чужими руками. Да, перефразируют эту знаменитую фразу, «Перемен требует наши сердца, но чужими руками». В этом весь лейтмотив политического сознания нынешних молодых людей. Это вот что стоит отдельно подчеркнуть. Ну и, конечно, проблема, вот о чем говорил Ильтий Александрович, проблема отцов и детей, она именно выражается вот для кого-то конец истории важнее конца истории бренда. У нас, конечно, есть гипотеза, но, как мы написали в аналитическом докладе, она требует отдельного подтверждения. А почему происходит такое разделение? Разделение происходит. Вот эта проблема, почему она появилась, да? Эта проблема появилась, потому что люди воспитываются, поколения воспитываются в абсолютно разные эпохи. 90-е, нулевые, десятые, ну, это совсем немного другие времена. Вот даже из личного примера могу сказать, что несмотря на то, что мне 22 года, я не всегда понимаю молодежь, которым 14-15 лет. Это уже, наверное, представители, скажем так, подпоколения поколения. Резюмируя, тут можно сказать, что молодежь предлагает, она считает справедливым следующий общественный договор. Дайте нам свободу, дайте нам денег, дайте нам возможности, дайте нам результаты, а дальше мы сами. Это очень важный вывод, который нужно зафиксировать, говоря о молодежи, об их отношении к современной России и об их отношении к России будущего. И я еще дополню то, что сказал Иван. Вот мы периодически поругиваем государство и власть, вернее, не поругиваем, а критикуем. Что государство делает правильно, абсолютно точно правильно, и что это конкретные лица, принимающие решения, внутриполитический блок. Они создают социальные лифты и социальные лестницы для молодежи. У Алексея Комиссарова, который сейчас, по-моему, ИО-директор АРАНХИКС, руководитель президентской платформы «Россия – страна возможности», есть очень хорошая мысль, что нужно создавать не лифты, потому что лифт – это просто сел, нажал кнопку и поехал, а нужно создавать лестницы, потому что, чтобы ходить по лестницам, нужно все-таки какие-то усилия прикладывать. Вот если государство продолжит создавать эти лестницы, «Россия – страна возможности», «Общество знания», «Форум Дегория», те десятки, наверное, даже сотни проектов, по-моему, по оценке Комиссарова, 15 миллионов прошло за все эти годы молодых через проекты РСВ. Вот это то, что правильно. Это то, что позволяет не потерять молодежь, и это то, что очень здорово бьет в нарратив. «Создайте нам возможности», «Дайте нам возможности». Это вот ровно то, что требует молодежь от государства, и это тот запрос, который государство совершенно правильно отвечает, и тот запрос, государство его слышит. Что у нас дальше было? Дальше у нас… То, что молодые всегда воспринимают пространство несвободно, это очевидно. Если вы попросите молодых рисовать Россию настоящую, это всегда будут решетки, какие-то полицейские восприятия того, что нет свободы слова. Это для нас неудивительно. Старик Черчилль описал эту фразу, «Если вам в 20 лет вы не были радикалом, у вас нет сердца, если к 40 не стали консерваторами, у вас нет мозгов». Очень точное описание. Либо молодые видят это современную Россию как страну со сложностями. Вот там рисунок слева, он, по-моему, из Махачкалы у нас, там, где атлет бежит сквозь дождь. То есть страна – это атлет, которому сложно бежать вот под таким дождем. А в будущем молодые видят себя снова с развитой страной. Там подписи «Наконец-то я нужен не только в Москве». Вот это расслоение страны на Москву и на регионы – это еще одна важнейшая тенденция. У нас отдельно прописывается, я не буду долго об этом рассказывать, покажу вам рисунки, чтобы вы поняли тенденцию. Вот вначале я говорил про очень характерный образ Москва-Сити и глубинка. Есть, по сути, два таких архитектурных образа. Во-первых, Москва-Сити, во-вторых, Лахта-Центр. Это то, что в Петербурге офис «Газпром». Ярчайшая тенденция, которую мы фиксируем по всей стороне – это расслоение регионов. То есть на левом в рисунке три России природные ресурсы, глубинка с церквями, панельками, брежневскими, многоэтажками и разрушенными домами. И вот это вот слово «жирущая Москва» мы слышали часто. Москва, которая, условно, с жиру бесится, которая пышет благополучием. Вот тот самый лучший город мира. Когда я говорю «лучший город мира», я ни разу не иронизирую. Буквально сегодня я ехал на большой польцевой линии, и я в прямом смысле ощущал, что Москва действительно лучший город планеты. То, как воспринимается она, визуализируется через Москву-Сити. Вот посмотрите на рисунках. Правым нижним слева Москва-Сити, справа голубинка, и респондент рисует этот разрыв. Левее него рисунок – бревенчатые дома, и снова Москва-Сити. По центру вверху рисунок – Кремль и голубинка, где бабушка-машинка какие-то цыплята. То есть региональное расслоение – это самая очевидная тенденция людям. Вот оно им очевидно, и оно им отвратительно. И респондент один из Новосибирска совершенно очевидно предлагает, на мой взгляд, слоган президентской кампании 2030. Очень простой слоган – «Москва везде» – это то, что отзывается по всей стране. Сделайте нам из всей страны Москву, потому что социальная мобильность явно выше, чем, условно говоря, 10 лет назад. Страна становится более связной, чем раньше. Люди, естественно, приезжают в Москву, они видят не просто Москву, я смотрю за окно и тоже на Москву, они видят не просто, окей, я не уйду от фразы «похорошевшую Москву», они видят социальные практики, которые развиваются в Москве, видят отношение города к горожанам. И вот эти практики, они хотят распространить на страну. То есть запрос очень простой. Как сказать, что мы хотим от нашей… там в отношениях с властью мы хотим равенства, что мы хотим от окружающей действительности – мы хотим Москву. в деревнях, в городах, даже, например, в миллионниках вроде Новосибирска, меня это удивило, Новосибирск оказался таким городом, там было много фокус-групп, гораздо больше, чем нужно было для Новосибирска, оказался городом с такой очень сильной, мягко говоря, не столичной идентичностью, и городом, который тоже очень сильно смотрит на Москву и хочет, чтобы Москва началась вот здесь, вокруг, везде. Теперь, собственно, про международные отношения, про которые я подозреваю, это аудитория, и в этом формате слышать чуть более привычно. Есть, конечно, линия водораздела 24 февраля. До 24 февраля международные отношения – это что-то второстепенное в массовом сознании, это то, на что смотрят уже после внутренних проблем. После 24 февраля происходит огромный разворот, и респонденты начинают интересоваться международкой прежде всего. Молодые воспринимают международные отношения по большей части грустно. Это не грусть-пораженчество, я бы сказал, что это грусть реализма. Рисунки, которые у нас были, свидетельствуют. Русский медведь большой, вездесущий, но одинокий. Мы сейчас покажем эти рисунки. Или там будет рисунок с цепями. Международные проблемы висят на лапах этого медведя. Что нужно, наверное, возразить российской оппозиции? И даже не российской оппозиции, нет. Что нужно возразить тем, кто исследует нас? Нас же читают в ваш сайт условно, например, Совет национальной безопасности. Ну, лично не факт, но из Америки нас много читают. Ну вот, что нужно сказать нашим бывшим американским партнерам, а теперь, к сожалению, врагам, которые поставляют оружие, которое убивает наших сограждан. Чтобы вы нас поняли, нужно отметить ряд очень важных ценностей, которые присутствуют у россиян, независимо от их политической ориентации, независимо от их возраста. Это величие трех компонентов. Мы велики географией, историей и культурой. Здесь абсолютно ошибочен тезис о том, что это вот у вас Путин, некий имперец, который тут мечтает каждый день как бы устроить новые войны, завоевать соседние страны. Мы велики, в данном случае я про массовое сознание говорю, не потому что у нас есть Путин, у нас есть имперцы. Это та ценность, которую страна ощущает по умолчанию. То есть то, что мы слышали во всех возрастах, во всех фокус-группах, в деревнях, в столицах, в региональных центрах, это та тенденция, одна из немногих, которая абсолютно для массового сознания во всех случаях. Мы велики географией, историей и культурой. При этом массовое сознание не черно-белое. Это не означает, что у нас есть огромный запрос на завоевание новых территорий. Люди, которых я могу назвать условно имперцами, то есть те люди, которые видят целью российской внешней политики завоевание территорий новых, они в меньшинстве. Не в маргинальном меньшинстве, это не один-два человека. Я думаю, что их можно, в качественных исследованиях вообще не бывает цифр, но я думаю, что их можно оценить примерно от одной пятой до одной четвертой. в стране людей готовы к такой агрессивной внешней политике. Абсолютное большинство, это точно больше половины, это две трети и больше, видят Россию мирной, но при этом сверхдержавой. Они воспринимают Россию как страну, которая наряду с еще двумя странами, а их называют постоянно, в разном порядке США, Китай, Китай, США, но всегда Россия, Китай, США, Россия, США, Китай, вот такие варианты, которая вместе с этими двумя странами определяет миропорядок. Вот такой образ будущего. Проблемы приграничные решены в этом образе будущего, никакие страны нам не угрожают, а у имперцев еще и присоединены территории новые. Ну, первая территория присоединенная, это, естественно, в данном случае Украина, называют Белоруссию, называют Кавказ, Кавказские государства и Казахстан. Здесь нужно сказать, что я выражаю исключительно свое исследовательское мнение, точно не мнение Университета МГИМО и не Министерства иностранных дел, мы вообще выступаем здесь как, в данном случае, независимые исследователи, повторюсь, мы наши выводы ни с кем не согласовываем, чтобы не было в вопросах о том, что эти московские ученые наговорили. Маргиналы, самая маргинальная позиция, это то, что Россия должна уйти из внешней политики. То есть, то, что Россия, это то, что нам советовали наши, один из наших выдающихся врагов Джон Маккейн, если вы помните, он говорил, что Россия это ядерная бензоколонка, по-моему. Президент Обама называл нас региональной державой. Это то, что не бьется, не стыкуется с нашим восприятием внешней политики. Наша внешняя политика должна быть в образе идеального будущего по-прежнему глобальной. Мы не можем сосредоточиться на внутренних делах и воспринимать Россию будущего просто как некую, там будет рисунок сильное, в достатке, и там девочка будет катать машинку. Мирное величие. Если вы посмотрите, это рисунки, три из четырех рисунков здесь молодые. Смотрите, левый. Россия воспринимается молодыми как большая, которую ранят враги. В центре медведь, на нем висят цепями мировое сообщество и проблемы страны. Внизу справа там будет написано большой, вездесущий, но одинокий медведь, от которого вы видите страны, которые окружают, уходят. Вот это та самая фрустрация молодых относительно, ну, некоего забвения России отдельными странами. А справа вверху рисунок, который мне очень нравится, это про, отгадайте какую страну, там нарисована ворона, которая поклевала российский флаг, агрессивная ворона, которая к ястребам не прибилась, но от ворон уже отбилась. Очень красивая метафора. От ворон отбилась, а к ястребам так и не прибилась. Это, конечно, про Украину. И вот эта ворона сидит к льву от российских флагов. Ну вот смотрите, как выглядят международные отношения в будущем. Вот левый верхний рисунок, это маргинальная тенденция. Это уход России из международных отношений. Мирная, в достатке, тихая, спокойная. Вот девочка катает машинку. Большинство рисунков – это Россия любит мир, мир любит Россию, открытым окном в мир. Но мы, для примера, вставили рисунок имперца в правом верхнем углу. Это, конечно, корона, это присоединение новых территорий. Там видно, каких территорий. Ну то есть на этом рисунке это просто воссоздание даже, наверное, не просто Советского Союза, а прямо империи. Заключение. Мы перейдем к заключению. Как раз уложимся в таймин. Никто, кроме него, когда я читаю публичные лекции, я задаю вопрос, никто, кроме него, это про кого или про что? И все начинают, конечно, говорить Путин. Это про государство. Вот как слоган у ВДВ, да, никто, кроме нас, или у морпехов. Никто, кроме нас, никто, кроме него. В этом уникальная роль российского государства. Мы видим несколько расколов, которые есть в российском обществе. Ну, первый раскол, он про легитимность. У президента суперлегитимность. Президент своей суперлегитимностью обеспечивает легитимность всей системы власти. В остальном легитимность власти по стране варьируется. Она, конечно, ни в одном из случаев не может сравниться с легитимностью президента. Абсолютно очевидная история, мне кажется, будет вечно несоответствия динамике цен и зарплаты пенсий. У нас есть сильный дисбаланс. То есть, что нам говорили напрямую? Если мы так велики географией, историей, культурой, то где же наша великая экономика? То, что тоже нужно попытаться донести до лиц, принимающих решения, не будет работать в будущем вот этот медиаобмен. Именно слово «медиа» я подчеркиваю. То, что часто видно в телевизоре, когда под вниманием к внешней политике, внимание к внешней политике является основным. Не к внутренним проблемам, а именно к внешней политике. То есть, население формулирует четкий запрос. Если мы велики, то где наша великая экономика? Иными словами, где наш великий уровень жизни? Не стоит думать, что наше ощущение величия во всех городах и весях избавляет нас от работы по повышению уровня жизни. Уровень жизни в Москве и регионах тоже очевидный. То, что часто мы видели, это, конечно, про постмодернизм. Это про симуляторы. Люди видят разную картинку. И поскольку социолог часто воспринимается просто вот как... Или мы уйдем сейчас с фокус-группы и поедем в Кремль на доклад, то есть в прямом смысле как представители власти, люди говорили, почему вы нам показываете в телевизоре одно, а в жизни-то мы видим совсем другое. Вот это очень явная фиксация несоответствия двух картинок. Реальной реальности и медиа-реальности. Ну и то, что сильно обострилось после 24 февраля. И это то, что сильно... Тут я тоже с социологической точки зрения могу сказать сильно сидит в головах на новых территориях. Разрыв потреблений. То есть там война, прифронтовые регионы. Условно в российских городах день города, салют. Сильнейший разрыв повестки чувствуется. И люди видят этот разрыв повестки. И есть такое требование, наверное, не настолько жесткое требование, как в предыдущих пунктах, но пожелание сближать эти повестки. Как выглядит... Вот здесь мы поместили две типичные картинки образа будущего и там подпись. Русский массовый средний класс. То, что мы велики, повторюсь, не означает, что мы не можем быть обществом потребления. Это вполне себе картинка общества потребления. Машина level up. Уровень идет вверх. Уровень развития, экономики. Семья многодетная. Кстати, когда рисуют семьи, это всегда многодетные семьи. То есть образ будущего предполагает многодетные семьи и, конечно, традиционные ценности. Ну и заключение. Давайте я выводу все выводы на экран. Вы их сфотографируете. У нас их 13. Еще раз подчеркну, что это не про то, каким будущее будет, а это про идеальное будущее. Это про то, каким будущее должно быть, на взгляд, наших сограждан. Да, космос, конечно. Космос. Мы нации, безусловно, мечтатели. И нам нужен космос, как предчувствие, делая Машгерману. Космос, как мечта. Нам нужно мечтать о чем-то великом, безусловно. Как написал наш блестящий коллега, очень тонко чувствующий русский язык, Руслан Ильинский. Мы рождены, Роскосмос сделать былью. Я проверил. Фраза аутентичная. Никто до него это не писал. Былью не в смысле отправить Роскосмос на покой, а былью в смысле сделать реальностью наше мечтание о полетах. Это тот QR-код, который вы можете навести на него камеры и открыть наш доклад. Скачать его. Сейчас у него уже 264 тысячи просмотров у этого поста. Ну и финальный рисунок, который мы оставляем, он очень симптоматичный. Смотрите на него. Во-первых, на нем сильная власть. То есть поэт оказался неправ. Никаких обломков в самом власти не будет. Сильная власть, мощная Кремлевская башня, солнышко, все хорошо. Ну и снова посмотрите на тенденции восприятия власти в России. Власть большая и сильная, народ маленький, власть всегда выше, народ всегда ниже. У людей все хорошо, солнышко светит, но самый ключевой момент это флаг перемен. Флаг перемен не в руках людей. Флаг перемен на башне. Это вот ровно тот рисунок, который отображает массовый наш патернализм и массовое наше отношение к переменам, к модернизации, к реформам. Мы хотим, чтобы было лучше, но мы не готовы для этого ничего делать. Пусть власть все делает. Касается борьбы с коррупцией, касается зеленой экономики, касается модернизации. В общем, к моему сожалению, я добавлю нотку субъективизма, слоган «Начни с себя» обществом не разделяется. Я имею в виду в массовом сознании. Что, конечно, не отменяет огромного количества тех людей, которые создают бизнесы, социальные проекты, культуру. Ну, и вот здесь закрыто, мы очень долго сборились с нашим дизайнером. Я сказал про Руслана Ивинского, сказал про Ивана, представил Варвара Крючкова, она сегодня здесь. Варвара сделала прекрасный, магистрант не у вше, сделала прекрасный дизайн нашего доклада. Это то, с чем мы спорили. Варвара не хотела, чтобы это было ярко-красным. А я настоялся, что этот блок должен быть ярко-красным, потому что это наш основной посыл российской власти. Огромная ответственность на российском государстве лежит. Государство – это стержень России. Без государства нам развиваться очень сложно. Это не означает, что мы требуем жесткой руки, это важно. Мы не требуем завинчиво ни гаек, наоборот. Нам нравится свобода, как общество. Нам нравится быть обществом потребления, нам нравится быть интегрированными в мир, мы не хотим рвать связи, но мы не можем отказаться от государства. Мы, безусловно, нация патерналистов, и наш патернализм – это то, что такая неотъемлемая черта государства. Поэтому государство нам должно – это один из основных мотивов. Ну и если вдруг кто-то еще не подписан на этот телеграм-канал, то, пожалуйста, подписывайтесь. В завершении я напомню еще раз про нашу команду. Это Иван Кравчук из Финансового университета, Мария Токарева, наш полноценный соавтор из МГИМО, Руслан Ильинский, политолог из Донецка, и Варвара Кричкова, наш замечательный дизайнер, с которым мы, наверное, месяца полтора трудились над этим докладом. Если вы его скачаете, то увидите, насколько он очень приятно читать, пролистывать, закапываться в смысл. Всем советую прочитать доклад. Он написан хорошим легким языком. И он, ну как мне говорили, я не буду спорить с этим мнением, он красивый. Его интересно читать. На этом я даже 56 минут уложился. Я передаю правдоправление Льву и буду рад отвечать на ваши вопросы. У вас есть? Да, я хотел бы поблагодарить наших спикеров, потому что, конечно, прежде чем понимать внешнеполитическое мышление, нужно попытаться понять, собственно, мышление страны. И вот на правах модератора я хотел бы задать первый вопрос. Может быть, он не совсем корректный, потому что он немножко количественный, но вот вы говорили то, что после 24 февраля внешнеполитическая повестка, она стала более часто упоминаться, более популярной у ваших респондентов. А можно ли, ну как-то очень примерно сказать, насколько? То есть, стала ли она какой-то одной из основных, одной из самых упоминаемых, либо просто чуть больше стала упоминаться? Сейчас мы тестируем уровень методологической подготовности наших коллег молодых. Да. Ну, спасибо большое за вопрос. Ответ на него достаточно, ну, очень простой. После 24 февраля, конечно, люди стали чаще рисовать все, что связано с спецоперацией. Почитать это количественно, честно говоря, я сейчас не могу вспомнить, сколько именно рисунков было посвящено, но мы провели около, наверное, 10 фокус-групп после 24 февраля, и в каждой фокус-группе кто-то нарисует сюжет, связанный с специальной военной операцией. Но при этом это же не отменяет, да, то, что люди упоминают все те события, которые происходят сейчас на Украине, это все не отменяет тех проблем, тех трендов, которые были зафиксированы и до 24 февраля. Методологический ответ неверный. Я ожидал, что Иван скажет, что в качественных исследованиях не бывает цифр. Не ждите, и Лев совершенно не обязан это знать, это я скорее аудиторию говорю, не ждите вот качественных. В социологии бывает качественная и количественная. Количественная про цифры. Когда вы опрашиваете, Иван говорил, там тоже была небольшая оплошность, в целом уже не проводят спутник, в целом заменило другими инструментами. Но когда проводил, это было 1600 человек выборка по всей стране. И там, конечно, есть конкретные проценты, конкретные цифры, коэффициент корреляции можно высчитывать. В качественных исследованиях важно иное. В качественных исследованиях важно ухватить тренды. То есть мы не можем говорить о цифрах в нашем исследовании, просто потому что их нет. Бессмысленно считать количество рисунков. Оно нам ничего не покажет. Мы видим повторяющийся тренд. То есть, чтобы схватить тренд по стране, достаточно трех-пяти фокус-групп. Есть социологические исследования, хорошие для страны, когда коллеги проводят три фокус-группы, пять, и все равно могут ухватить тренды. Когда вы на пяти фокус-группах слышите одни и те же ответы на одни и те же вопросы, вы понимаете, что вы схватили массовое сознание. Поэтому точку разворота тренда мы можем найти, сам тренд мы можем найти, но указать его количественные характеристики в данном случае нам просто мешает метод. Поэтому на ваш вопрос мы просто не можем ответить. Добрый день. В общем, я могу сказать, что то, что вы сейчас рассказываете в целом, это гораздо интереснее того, что я ожидал, когда случилось. Спасибо. У меня были немножко более приемленные ожидания. Тарик, конечно, у меня накопилось просто огромное количество вопросов в комментариях. То есть, если бы у нас была возможность сидеть, мы бы, наверное, тогда вечно я все обсуждал по разным пунктам. Но я одним вопросом ограничусь, вопросом и одновременно комментарий. Вы упоминали про молодого человека, который говорил, что государство должно ему обеспечить образование, карьеру и некую благополучную жизнь. В принципе, я как преподаватель тоже наблюдаю сейчас нечто подобное. Но у меня всегда возникает вопрос, если ему что-то должно возникнуть, а единственное у этого молодого человека понимание того, что он в этом случае должен тоже что-то дать. Например, и второй момент, который я всегда задаю своими учениками. Понимают ли они, что то, что вопрос получения имя, конкретное имя, личное имя, хорошего образования, это единственный человек, который в этом инвестиционный конец. Даже родители, их в этом заинтересован только до порыва времени, а больше он скажет, сынок или дочка, иди работай. Вот насколько есть подобное понимание у ваших господин? Алексей Александрович, ну отвечай на первый вопрос, осознают ли молодые люди, готовы ли они что-то сами дать? На самом деле нет. Может быть Алексей Александрович имеет другую точку зрения, но на основе фокус-рук, который я проводил, условно говоря, на основе рисунков, которые я смотрел, у молодых людей, вот в этой политической задачке, у них в условиях дано, государство нам должно, что мы должны для этого сделать, решения мы найти не можем. Это вот я говорю со стороны массового молодого человека. Что касается второго вопроса, если не ошибаюсь, готовы ли они... Понимают ли они, что восхититься для каждого из тех индивидуальностей, для государства в целом, конечно, важно, чтобы было много образований, но если говорить о конкретно индивидуальном Константине Петрове, то то, что получит он хорошее образование или нет, это исключительно его личная проблема. Ну, они этого не понимают на самом деле, опять же, на основе тех фокус-групп, которые я проводил, и это очень хорошо проявляется в связи с отношением к ЕГЭ. ЕГЭ, да, респонденты расходятся в оценках, для кого-то единый госэкзамен это возможность поступить в Москву или в другие мегаполисы, для кого-то ЕГЭ это то, что создает барьеры вот в этом социальном лифте или лестнице, да, которые существуют в обществе. Поэтому, опять же, на основе всего того, всех тех фокус-групп, которые я проводил, когда респонденты говорили о том, что государство мне должно обеспечить образование высокую зарплату, я говорю, а вы понимаете, что нужно еще в мероприятиях участвовать от той же России страны возможностей, да, вы в них участвуете? Нет, а что это? А вы подаете на гранты? Нет, зачем? Мы все равно это не выиграем. Поэтому молодые люди от 18, там, и, условно говоря, до 22 лет, они, конечно, уверены в том, что государство им должно, что их проблема, она универсальна, и должны помогать вот всем, не только мне, но и остальным. Конкуренция – это вот что-то неизвестное, скажем так, для респондентов вот в молодом возрасте. Почему так произошло? Пишем в докладе, что молодые вообще знают от родителей о двух практиках из советского прошлого. Когда они оканчивают вуз, их распределяют на работу, и им дают квартиру. Почему этого нет сейчас? То, что мы слышали, наверное, меньше в столичных регионах, но больше в правильной цели. Вот хотят, чтобы было, это же, ну, прикольно. Если ты окон, вот, Лев смеет, а Леву не прикольно. Ну, если ты окончил, тебя трудоустроили, а в том еще и квартиру дадут. Нет понимания того, что это вообще невозможно в рыночной экономике, это возможно только в командно-распределительной экономике. Но никто и не говорил, что они должны вырасти сознанием основ рыночной экономики. Плюс патернализм, плюс, как сформировалось это отношение, плюс то, что они выросли в совершенно спокойные, свободные, сытые времена. Они про 90-е знают по фильмам, условно, какой-нибудь там, то, что на НТВ в прайм-тайм для аудитории мужской идет, вот, там, 19.00, когда ментовские войны какие-нибудь, я не знаю. Вот это 90-е для них. Ну, и плюс слово лихие. То есть для них это какая-то такая глубокая древность, предание старины глубокой, которой нет у них в повестке. И для этих молодых, то, что даже, наверное, мне уже странно слышать, что, там, когда молодой человек сидит, очень хорошо он выглядит, у него, естественно, последняя модель айфона, и прекрасно он одет, и вот он говорит, что он пошел на митинг, и его отоварили дубинкой по голове, и вот теперь ему не хватает свободы. Хотя он имеет доступ в интернет, имеет заграничный паспорт, может поехать, и он явно ездит. Я вижу же состояние человека и его родителей. То есть это следствие того, что родители, прошедшие 90-е и получившие, как один из ариспонентов в Сочи сказал, что те, кто прошли 90-е, мы в душе все предприниматели. Потому что если ты выжил и не опустился на какое-то социальное дно, а вот чего ты добился, достиг, и теперь воспитывают детей, это, естественно, люди, которые хотят этих детей оградить, оградить от всех социальных боль. И то, что вы говорите, вы совершенно правильные слова говорите, они очень мне отдаются, вы рисуете такого самостоятельного, осознанного человека. С чего вы взяли, что это должны быть молодые люди там 18-20 лет. Молодежь, вы знаете, она нынче не та. Я слышал в свое время... Я в свое время слышал, что я не та молодежь. А теперь я смотрю на своих студентов, потом мои студенты вырастут и тоже всегда будут говорить, что молодежь нынче не та. Это такая вечная тенденция, что молодежь всегда не та. Вот мы снова выросли, мы замечательные молодые ребята, но мы снова выросли с не той молодежью. Не потому что что-то плохо, а мы выросли с молодежью, которая, скажем так, слабее, гораздо слабее, чем их родители. Просто потому что родители сильные, и они позаботились о том, чтобы у него как-то так сложилось и государство для этого делало определенные вещи. И так сложилось, что они выросли вот в эти 22 года спокойствия, безмятежности. У них же не очень волновало, наверное, бурление на юге российского Кавказа. Это объективная тенденция. Это не потому, что они какие-то нын плохие. Давайте продолжим. Добрый день, Алексей Каминов. Все знают, что приезжал китайский лидер. Могли бы дать сравнительную характеристику среднего класса, как сейчас у них, в социологической точке зрения прием, и в среднем и среднем классе вообще как разница между нам, нашей страной. Спасибо. Я совершенно точно не готов отбирать хлеб у китайстов, китаеведов. Я не специалист по Китаю. Все, что я могу сказать про Китай применительно к нашим исследованиям, предложить вам и выразить благодарность, если вы сочтете возможным открыть первый номер журнала «Полис» за 21-й год. Нет, за 22-й, да? Да, первый номер, 22-й год. 21-й, 21-й. Нет, уже 23-й. Мы описываем в журнале «Полис» массовое сознание китайцев. Тем же методом мы с коллегой Приходченко ездили, он китаевед, мы ездили в Китай, делали там фокус-группы и исследуем образ внешней политики, важной для Китая. И сравниваем его, естественно, с образом внешней политики для России. Там очень много выводов, потому что Иван говорил как раз, вы погуглите, да? Иван как раз говорил про то, насколько важно вот это несоответствие того, что люди думают и того, что они рисуют. Потому что метод действительно позволяет преодолеть цензуру слов. Да, 21-й, политические исследования, 21-й год, номер один. У нас очень хорошая статья вышла, почитайте ее, пожалуйста. Просто отвечать на ваш вопрос, у меня нет знаний. Я соединю свой вопрос с вашим, потому что я как раз знаком с парой таких исследований про китайскую молодежь. И вот по сравнению с тем, что там было, то, что вы рассказываете, это все не так плохо, есть хорошие перспективы, а китайские исследования про китайскую молодежь, какой ужас, кошмар, все катится в тартарары, от них ничего хорошего не ждет. Добрый день, дорогие семьи. Спасибо вам большое, интересная презентация. Два вопроса, если позволите. Один, Александр Сонышев, персональный к вам. Вы в ходе доклада с ведущим пообсуждали, читает ли американский СНБ, сайт, и обратились в Совет Национальной Безопасности или к администрации, сказав, им надо понимать, что в нашем сознании есть три величия, география, культура, история. Дальше немножко о другом речь на слово. Скажите, здесь точку поставили или просто тема чуть-чуть перешла? Короче говоря, кроме этого, что-то надо американцам понимать или нет, первый вопрос. А второй вопрос общий. Бога ради, не примите его в обидную сторону, но вы скажите, что вы нового узнали в результате большой проведенной работы? Что для вас оказалось, может быть, неожиданностью, чего не знаю? Спасибо. Я начну отвечать про первый, пока Иван будет думать про второй. Иван, кстати, ведет телеграм-канал, социолог Иван Кравчук, он только входит в профессию, поэтому, возможно, у Ивана будет больше удивлений, чем у меня. Что про нас нужно понимать американцам? Миф о том, что американцы... Американцы точно великая нация, американцы точно очень умные, американцы точно имеют наибольшую выгоду из той войны, которая сейчас идет. Они основные выгодоприобретатели этого конфликта. И относиться к врагу с таким, знаете... Это не вам, я не услышал у вас такого отношения, но я часто вижу это в масс-медиа. Такое поверхностно доминирующее отношение, вальяжное, дескать. Это неправильно. Американцы тот враг, которого нужно изучать, уважать и понимать, как он мыслит. Есть миф о том, что они нас не понимают. Мой любимый пример — это Билл Бёрнс, человек, отлично знающий русский, нынешний директор ЦРУ, который работал послом в Москве. Он в 2008 году написал замечательную депешу. Обязательно ознакомьтесь, она лежит в интернете. Она называется «Нет, минс неет». Нет, значит нет. Депеша номер 265, она лежит на Викиликсе, доступна. И там Бёрнс, описывая свои беседы, в том числе конфиденциальные, в России говорил, что российский политический класс, включая оппозиционеров, един по совершенно очевидному вопросу, по расширению НАТО на восток. Что красная линия для Кремля — это, безусловно, расширение НАТО. Что в хождении Украины и Грузии в НАТО, а в 2008 год — это был год, когда обострелись дебаты по ПДЧ, план действий подчленств на саммите в Бухаресте. А Берлин и Париж все-таки понимали, что не надо тащить Украину и Грузию в НАТО. И Билл Бёрнс со всей присущей откровенностью и пониманием российской позиции писал, что это будет опасно, втаскивание Украины, дальнейшее втягивание в орбиту НАТО. Ну вот теперь Билл Бёрнс возглавляет одну из ведущих мировых спецслужб, которая снабжает развединформацией нашего противника. Но в 2008 году он совершенно точно нас понимал. Поэтому американцам надо про нас понимать то, что мы, во-первых, украинский кризис возник не из-за того, что мы имперцы, не из-за того, что мы хотим захватить территорию, потому что 8 лет мы действительно вели переговоры. И я знаю, как велись эти переговоры. И совершенно... Были, безусловно, в российском политическом классе люди, которые, можно и остаются назвать имперцами, которые не воспринимают Украину всерьез. Считают, что украинской нации нет, украинского языка не существует. Условно, украинец — это русский укушенный поляк. Эти воззрения есть. Это совершенно точно не маргинальные люди. Но украинский кризис возник, потому что российское руководство видело угрозу. В апреле 2021 эта угроза была, и поэтому была сосредоточная группировка в Воронежской и Ростовской областях. Но потом была встреча с Байденом. И было в ноябре предложение закрепить юридические договоренности. Он не расширение НАТО. И вообще тема с расширением НАТО — это то, что в каждой концепции внешней политики из документа в документ, и ельцинские концепции внешней политики, и путинские, в каждой концепции было написано. Расширение НАТО на восток — это угроза российским национальным интересам. А дальше 8 лет, и была даже специальная институция, которая возвращала Донбасс обратно. И был человек очень талантливый с точки зрения политических технологий, который отвечал за Донбасс и возвращение, или, если хотите, как дончане, это воспринимали скорее впихивание Донбасса в государственное тело Украины. То есть это жуткое упрощение реальности для наших западных бывших партнеров, а ныне врагов, считать, что Россия вошла на территорию Украины своими вооруженными силами, потому что она хочет завоевать. Это очень не хочет завоевать, хочет купировать угрозу безопасности. А что касается… это то, что нужно понимать. И нужно понимать, что мы… у нас нет запроса на войну, у нас нет запроса на кровь. У нас… еще важное, очень хороший у вас пас. У нас нет ненависти к Украине. То есть почему у нас сложно сейчас воспринимать войну как Великое Отечественное? У нас же история… из истории мы достаем два нарратива, по сути, советских – Афган и Великое Отечественное. И ее невозможно, нынешние боевые действия, воспринимать как Великое Отечественное, просто потому что нет условного Эренбурга, который возьмет и напишет эссе «Убей немца, увидишь немца – убей его». Потому что у нас нет ненависти к Украине. У нас есть презрение, безусловно, вот то, что мы видим в исследованиях украинской власти. Украинскую власть презирают, ненавидят, воспринимают как предательскую по отношению к России и к Украине. Но украинцев мы не ненавидим, мы не воспринимаем украинцев как чужих. Здесь, наверное, скорее страна ближе к мнению президента. Президент считает, что украинцы – это с нами один народ, а скорее такое восприятие Украины как братского народа. Вот огромные трагедии в братском государстве, но не ненависти. И… Ну, если Джо Байден, если вдруг захочет спросить у меня консультацию на тему того, чем я могу его советовать помочь, то я, безусловно, сказал бы, и я надеюсь, что это видео посмотрят и с расшифровкой, что у нас нет ненависти к Украине, мы не воспринимаем их как врагов, и у нас сильнейший запрос на мир. Другое дело, что мы пишем об этом в докладе, это не должен быть мир а-ля Хасавьюрт, мы не готовы разбрасываться территориями. Вот мы пишем, опять же, в докладе один из… в рамках другой экспедиции, но все равно нам на Курилах сказал человек, вы там в Москве себя кому-нибудь передавайте, а мы на своей земле, даже на Курилах. Но то, что про нас нужно понимать, что мы купируем угрозу. Если совсем просто для наших американских противников, представьте, что мы утягиваем в какой-нибудь свой военно-политический альянс Мексику. Вот то же самое мы точно так же воспринимаем Украину. Иван, что для вас было новым? Ну, начну не с того, что было новым, просто мы очень часто, особенно я слышу вопросы, ну и что в новом открыли этим докладом, бывают такие вопросы, потому что многие оценки, многие выводы звучат же в публичном пространстве, что Москва зажралась, региональное неравенство, политическое неравенство и так далее. Но в чем суть нашего доклада, мы научным методом подтвердили те экспертные оценки, которые витали в публичном пространстве и до, собственно, момента опубликования нашего доклада, то есть 27 января этого года. Чего я нового открыл именно в этом докладе, когда проводил фокус-группы, когда расшифровывал и занимался кластеризацией образов, которые, собственно, мы собрали по всей стране. Ну, первое, это то, что мы ищем виноватого. Вот когда у общества что-то не получается, мы стараемся найти, кто раньше англичанка гадила, а вот сейчас государство нам гадит. Так сказать, еще сто лет назад историк Петр Штрувы сказал, что у нас государство антиобщественно, а общество антигосударственно. И вот на самом деле эта проблема сохранилась и по сей день. Просто лично я понял это, когда проводил фокус-группу в городе Калинцы, один из молодых людей сказал мне, да у нас детские площадки уничтожены, местные депутаты ничего не делают. Я такой, ну, а в чем проблема взять лопату, там, условно говоря, разгрести весь тот мусор, который есть. Может быть, это звучит очень так глупо с моей стороны, но у меня возник такой вопрос. И он сказал, да нет, я лучше пойду на шествие. И он действительно пошел на шествие. У него, я потом смотрел личную страницу ВКонтакте, он действительно ходит на шествие. Ничего против не имею, но цели не соответствуют средствам, по-моему. Чего еще нового узнал? Скорее не узнал, а предположил, что проблема с секс-меньшинствами в России, она скорее навязана. В фокус-группе, всего в одной фокус-группе я услышал от респондента, что это проблема. Это было в Московском университете. Не сказать, что только москвичей это беспокоит, это скорее даже не беспокоит москвичей, не беспокоит все остальные. В одном из московских университетов. В одном, да. Это не в МГУ было. Она вообще аккуратнее, мы обещали респондентам анонимность. В МГУ мы не проводили фокус-группы, не в МГУ. В одном из. Но опять же, эту гипотезу нужно проверять, потому что проблема с секс-меньшинством, она возможно просто тонет на фоне всех остальных. Но пока я предполагаю, что это просто навязанная проблема, ее нет. Чего еще я нового узнал? Наверное, очень важный вывод для меня будет. Это то, что несмотря на, вот мы сегодня говорили про политическую турбулентность, которая была в 90-е, начале нулевых, и вот последние два дня в Ингушетии и в Чечне, кавказская элита, она инкорпорирована в Россию. В принципе, их общество инкорпорировано. Потому что вот когда я сидел, расшифровывал фокус-группу из Махачкалы и когда проводил в Пятигорске, респонденты говорят, поеду в Москву. Имеется в виду не то, что там, вот мы здесь, а Москва где-то там. Не идеологический подтекст, а просто это объясняется географической отдаленностью. И, собственно, я это очень часто слышал и в Брянске. Я поеду в город. Жители деревень говорят, поеду в город. Все объясняется просто географической отдаленностью. Поэтому главное для меня новое такое открытие, что несмотря на все те проблемы, которые существовали ранее и существуют сейчас, очевидно, кавказские элиты инкорпорированы в российскую элиту, как и общество российского общества. Алексей Александрович, а вы, что мы его открыли? Совершенно точно про сепаратизм. Иван не произнес этого слова. Россия победила сепаратизм. Мне кажется, одно из важнейших достижений команды Путина за эти 22 года. Наверное, если бы я какие-то проявления сепаратизма увидел исключительно как ученый, я был бы, не рад, но мне было бы интересно, моя докторская посвящена моделированию постсоветских сепаратизм, мы не нашли сепаратизма ни на Кавказе, ни в Сибири, ни в Поволжье, ни на Дальнем Востоке. То есть люди совершенно точно не стеснялись говорить о своих проблемах, не стеснялись ругать власть, не стеснялись иногда материться, иногда говорить, ну прямо антигосударственные мы не цитируем это, но были такие, которые, повторюсь, это меньшинство. Ну такие условно революционеры, давайте возьмемся за оружие. Не стеснялись. Но ни один из людей не сказал, что ни мягко, ни жестко, не говорил, не нарисовал, не наговорил, что вот мой регион отделился. Мой субъект должен быть другим. То есть ощущение, которое создано у страны за эти годы, это что вместе жить лучше, стабильнее, правильнее. Это не отменяет тех проблем, которые есть в стране, тех проблем, которые есть с легитимностью власти, с огромным разрывом регионов, с расколом по восприятию санкционной политики. Но сепаратизма нет. Меня скорее вот это удивило. Ну и конечно меня удивил высочайший уровень патернализма. Высочайший. В том числе и среди молодых. Я не представлял, я постоянно езжу, читаю лекции, но я как социолог, я не представлял, что уровень патернализма такой высокий, и что вот настолько огромное получается базовое государство. Парадокс. Это парадокс, потому что власть ругают, но без государства вообще никуда, ни в одну сферу не сунутся, я имею в виду с точки зрения массового сознания, где люди могли бы обойтись без государства. Я понимал, что мы государствоцентричная страна, безусловно, но чтобы настолько, это мое удивление. Да, я думаю, у нас еще есть время на пару вопросов. Спасибо, хотел поблагодарить за доклад. Спасибо большое, что очень было интересно. В связи с этим два вопроса, я сразу хочу предупредить, что я не социолог, не ученый, поэтому моя речь будет несколько наивна и, скажем так, проста. Поэтому два вопроса хотел задать. Первый вопрос по самим исследованию. Вы упомянули тренды, что исследования можно проводить до тех пор, пока тренды не начнут повторяться. В связи с этим, хотел бы задать вопрос, насколько эти тренды изменьшены часто и как быстро они меняются. И, ну, в словом, через какой промежуток времени необходимо проводить еще такое же исследование. То есть, как быстро это может меняться. И второй вопрос. Вы упомянули, что революция невозможна после исследований, что революция невозможна. Ну, из своих, скажем так же, действий наблюдений я понимаю, что революция невозможна, потому что у нас каждый хочет революцию наблюдать, сидя в кафе и пробивая апельсиновый рак. То есть, главное, чтобы это сделал кто-то другой, как не я. В связи с этим вопрос не к революции, а к дворцовому перевороту. Насколько возможно к дворцовому перевороту, то есть какие-то революции вверхаты, насколько это будет поддержано или, скажем так, одобряемо нашей стране? Классные вопросы заставляют меня совсем четко думать, что я буду сейчас говорить, взвешивать каждое слово. Когда проводить следующую волну? Мы хотим проводить следующие волны, мы хотим все-таки… Сейчас у нас есть фотография, кино всегда интереснее, всегда интереснее в динамике видеть изменения. Поэтому если мы сможем в этом году получить финансирование на это исследование, это же конкурентная среда, мы, конечно, заявимся на грант, дальше посмотрим, дадут, не дадут, сочтет ли профессиональное сообщество достойным наше исследование, я буду рад, если сочтет. То есть мы готовы проводить уже и фиксировать изменения. Но касательно каких-то больших сюжетов, патернализма, например, или доминирования традиционных ценностей, или российского величия, изменений не будет. Изменения будут локальными. Но их тоже очень интересно фиксировать. И в том числе изменения, которые связаны с восприятием войны. Тоже очень классно фиксировать. Как часто проводить, как хотят социологи. Мы уже хотим. Я пишу во введении, я специально писал введение так, чтобы можно было его прочитать и не читать дальше. Я пишу во введении, что Россию дико интересно изучать. Это то, я обожаю свою работу, ее социологическую часть. И ездить по стране, говорить с людьми, понимать, как они мыслят. А у меня ощущение, что у меня просветление социологическое. Я понимаю, как мыслит мой народ. И мне это очень нравится. Прекрасное ощущение разговора со студентами личного столичного вуза, с бабушками в Брянске, с сотрудниками ремонтного цеха, такие брутальные дядьки рабочие в Петропавловске, Камчатском. Иногда даже с маргиналами, в социальном смысле, у нас таки несколько человек было. Россия удивительно прекрасная страна. Это невероятно ее понимать. Поэтому, конечно, у нас есть запрос на продолжение этих исследований. Что касается вашего вопроса про Дворцовый переворот, две части. Первая. Один из мудрых армянских коллег, когда я презентовал этот доклад в Армении, он сказал, что про революцию все правильно говоришь, но революция делается в городах, не в стране. А как же быть с тем, что ты говоришь про страну, а есть ли запрос у революционеров в городах? И вы немножко неправильно интерпретировали. И они говорят, что революция невозможна. Ну, конечно, возможно. Есть очень маленькая вероятность этого. Очевидно, что для революции нужны условия. Нужны расколы. Если бы я писал пособия по тому, как действовать нашим заклятым западным друзьям, я бы очень хорошо им рассказал, куда надо бить. Они, кстати, сами эти пособия пишут и знают, в какие расколы есть, куда надо бить, как клин, разбивать между властью и обществом, например. Но наша власть отлично понимает наше общество, потому что у нас очень крутая социология. В ЦИОМ, например. Это очень крутая профессиональная организация. Может быть, они не все дают в паблик, я не знаю, я не их сотрудник. Но то, что в ЦИОМ точно понимает российское общество, и те материалы, которые они передают российской власти, это материалы, которые позволяют картинку объективно, без прикрас, считывать. Поэтому российская власть 100% понимает наше общество. А что касается второй части, про дворцовый переворот, ну, у меня есть отдельные коллеги в паблике, которые периодически даже модели какие-то делают. И вот, что сегодня Игорь Иванович Сечин вот тут стоит, а Игорь Иванович Шувалов вот тут стоит, а Андрей Константинович Костин вот тут стоит. И сразу это всех возбуждает, будирует. Как же так? Вот они передвинулись на 2 сантиметра. Есть отдельные коллеги, которые делают подобные труды. Я знаю, что эти труды востребованы и медиа-сообществом. В том числе я знаю, как к ним относятся, собственно, те люди, про которых они пишут. Мне кажется, что это не научное занятие. Я ничего не знаю про дворцовый переворот в актуальном смысле. Для меня дворцовый переворот – это то, что написано в учебнике истории. Это с 1762-го по 1801-й. Вот это эпоха дворцовых переворотов в России. А сейчас дворцовый переворот – это… Понимаете, чтобы говорить о социальной реальности, нужно исследование делать. Исследование – это в данном случае, ну, наверное, нужно глубинное интервью делать с представителями элиты, причем предварительно напоив их водкой, чтобы они хорошо отвечали. И отвечали искренне и честно. Вот это будет хорошее исследование, если условно тех, кто дворцовый переворот может, как вы говорите, осуществить, вот с ними говорить. Таких исследований не ведется, и понятно почему. Есть такое мнение вот про дворцовый переворот. Я, если честно, как обыватель, в данном случае у нас нет исследований темы дворцового переворота, это слово «совсем». Как обыватель, я вам могу сказать, что российская власть крепка, российское государство безусловно устойчиво, и то, что я вижу в будущем про Россию вообще, это вот очень сильный рисунок с красным Кремлем, огромной спаской башней, которая сильна, устойчива, но в нее воткнут флаг перемен. Вот такой образ, а не какой-то обломки, на которых лежит вот та самая табакерка, про которую очень часто мечтают наши оппозиционеры, особенно уехавшие за рубеж и внезапно прозревшие на тему того, какой в отечестве оказался мордор. Вот с такими оппозиционерами я не согласен. Может быть, еще есть один вопрос? Если вопросов нет, я хотел бы еще раз поблагодарить нашу аудиторию, наших спикеров, и предложить перейти к более неформальной части нашего мероприятия, к угощениям, кофе и чаю. Ну и тогда я завершу. Спасибо большое еще раз РСМД и вам, Лев, за модераторство, и вам, Николаевич Тимофееву, за гостеприимство. Спасибо вам, что пришли. Очень рады были вас всех видеть. Спасибо.